О, Свою царисто премьету, О, Белая жебелье, Здравствуйте, дорогие телезрители! Гость нашей программы сегодня управляющий Подольской епархией, архиепископ Аксий. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие телезрители! Владыка, по Вашему благословению было принято решение запустить пилотный проект, опять же, на базе образовательных учреждений «Открытые двери». В связи с чем возникла такая необходимость и на что направлен данный проект в первую очередь? Вот я как-то в слове своем, поздравляя прихожан, говорил о том, что церковь живет не только настоящим, но и будущим. Ведь ребята заканчивают школу. Куда они потом идут? Кто с ними беседует? Есть ли какие-то формы, которые позволили бы им также немножко соприкоснуться не только с церковной жизнью, но вообще? Что же такое церковь? Что же такое христианство? Кто же такие батюшки? Неужели такие люди, которые всегда с таким сердитым, может быть, выражением лица и в черных одеждах? Неужели вот они такими вот и останутся? И дома они такие? И в семье они такие? И с супругами они такие своими? И с детьми такие? Вовсе нет. И вот следующее, если Бог даст сил и мудрости, все-таки хотелось бы с нашей молодежью дальше вот такие вот встречи организовать. Поэтому вот назвали мы так наш следующий, если можно сказать, проект «Открытые двери». Здесь уже соберутся ребята, которым интересно пообщаться не только о какой-то церковной жизни. Ведь церковь, она присутствует абсолютно во всех сферах человеческой деятельности. И в социальной, и в просветительской, в образовательной, о которой только что мы сейчас сказали. И в молодежной среде, и в помощи нашим престарелым гражданам, и в среде военнослужащих. Тем более это актуально, как никогда в сегодняшнее время. Поэтому сказать, что эта церковь какая-то такая просто архаичная организация, которая вот когда-то там 2000 лет назад родилась, и вот сейчас она жива, вовсе нет. Вот в этих беседах, в том числе беседах, в этом проекте «Открытые двери» мы и хотим ребятам объяснить и рассказать. Но более того, чтобы они сами принимали уже активное участие в тех направлениях, которые вот в этом проекте заявлены. Я думаю, что будет достаточно интересно, познавательно. И надо понимать, что мы идем по жизни ведь рука об руку. Где-то мы наставляем, как старшие, а где-то ведь молодые люди учат нас. И ты понимаешь, о, стоп, немножко ты не в ту сторону пошел. Надо все-таки измерить траекторию своего движения и пойти вот именно тем путем, которым нужно идти. Нужно уметь слышать нашу молодежь и отвечать, сообразуясь вот с их вопросами. Потому что если церковь не будет отвечать, в том числе церковь, то будут находиться другие силы. И мы понимаем, насколько это опасно. Если какие-то другие силы, недружественные, ни нашему уму, ни нашему сердцу, ни нашему вообще менталитету, ни нашей действительности, что может тогда получиться в результате, что может случиться с нашими молодыми людьми, вот от этого нужно их оградить. И, скажу такие слова, сеять разумное, доброе и вечное. Для реализации проекта «Открытые двери» были выбраны пять основных направлений, одним из которых является взаимодействие работы с молодежными медиа-центрами. Что это за такое новое интересное направление и почему именно это направление было выбрано? Поскольку у нас сейчас ведь молодые люди пользуются и гаджетами, и соцсетями, активно в них участвуют, поэтому, наверное, не воспользоваться всем этими средствами, но с информационно-положительным наполнением нельзя. Есть такие возможности, что в наших администрациях, в наших городских округах идут нам навстречу. И от ребят тоже есть запрос. Ведь есть тот контент такого духовно-нравственного начала, когда можно снимать какие-то небольшие ролики, попробовать себя в фотографическом искусстве, попробовать себя, может быть, журналистом. В одной из гимназий нашей епархии вот как-то пришли ко мне ученицы среднего звена, не помню, шестой или седьмой класс, и они говорили, «Владыка, а мы хотим у вас взять интервью». И вы знаете, я вот так вот сидел, прям так вот достаточно сосредоточенно и как-то даже волновался. А они так себя проявляли сознанием дела. И вот в этот момент мне тоже пришла мысль, а почему бы это всё не попытаться масштабировать и вовлечь, вернее, не только церковную молодёжь, не только тех молодых людей, которые в храм ходят, а может быть, этот такой вот контент предложить и для тех ребят, которые мимо храма пока проходят, а вдруг они заинтересуются, даже с какой-то искусствоведческой или культурологической точки зрения. У нас есть замечательные храмы, и вот тогда, когда у них будет что-то получаться, я думаю, что им самим это будет очень интересно. Мы просто хотим познакомить их с историей и с глубиной церковного искусства и нашей историей нашего Отечества, с храмами нашими, с различными историями из жизни людей. Почему бы и нет, когда они просто придут и сделают какую-то запись, но потом уже как-то смонтируют, пользуясь помощью старших братьев. Владыка, еще одним важным направлением проекта является киноклуб. Что включает в себя данное направление и какие возможности раскрывает, прежде всего, в работе с молодежью тот же совместный просмотр фильмов и, соответственно, его обсуждение? Безусловно, есть потребность, как я уже сказал, пообщаться с молодежью на духовно-нравственные темы, потому что это будущее нашей страны. Многие из них создадут свои семьи. Как они будут воспитывать детей? На чем они будут строить фундамент своей семьи? Ведь все это очень важные проблемы и вопросы. И вот киноклуб, я полагаю, поможет со стороны немножко посмотреть и решить какую-то ситуацию, обсудить ее, посмотрев какой-то небольшой, короткометражный, а может быть и полносюжетный такой вот фильм и выразить свое мнение. Ведь в этом диалоге и рождается способность, должна рождаться способность у молодежи убеждать своих собеседников. Вот я вспоминаю свои школьные годы. У нас была очень мудрая учительница по литературе. Как-то у нас один ученик встал и обсуждали. Я сейчас, к сожалению, уже не помню, какое произведение мы обсуждали. И вот он встал и начал говорить, а я вот не согласен. Вот есть общепринятая точка зрения, он говорит, а я не согласен. Она ему спрашивает, почему? И он начал аргументированно, но, конечно, с какими-то погрешностями, безусловно, давать свой ответ. Она его выслушала, потом все-таки и свою точку она сказала, и говорит, что вот тут вот так, так, так. Ну и в результате получилось, что педагог был прав, а молодой человек был неправ. Но она ему поставила отличную отметку, а потом объяснила, потому что он не побоялся, попытался доказать, почему он думает именно так. А ведь на уроках литературы, и в том числе мы должны и рассуждать, и обсуждать, и находить, может быть, приходить к каким-то иным выводам. Вот, я думаю, что вот киноклуб, он также позволит реализоваться в какой-то степени нашим молодым людям. научиться объяснять, научить доказывать, научить аргументированно. Не просто вот я так думаю, а почему ты так думаешь. Ну, конечно, не до каких-то таких, может быть, все-таки жарких дискуссий. Но, тем не менее, иногда ведь ты посмотришь фильм какой-то и поймешь, что ведь этот фильм отчасти он и про тебя. Иногда надо вот, очень самому сложно бывает абстрагироваться от своей ситуации личной, да, отойти в сторону, как говорят, и посмотреть на нее. А вот когда ты смотришь на нее со стороны, уже как на какое-то произведение искусства, да, как на какую-то завершенную киноленту, вот, может быть, это поможет человеку что-то понять, чего он раньше не видел, не замечал. А потом, вот опять, как Святейший выступал, по-моему, на рождественских чтениях последних, он сказал, что у нас вообще очень мало доброго детского кино, если уж вот даже об этой теме сказать. А действительно, ведь ничего такого-то ведь и нет. Раньше вот мы смотрели, не будут фильмы в нашем детстве, да, фильмы какие-то добрые. Там ведь всегда, по-моему, уже как-то затрагивали эту тему, там ведь всегда добро, побеждаем, зло. А сейчас какие ведь мультфильмы для детей? Сейчас зло побеждается еще большим злом. То есть сила побеждается наличием еще большей силы. И вот это вот все увеличивающийся и неконтролируемый поток вот этого информационного негатива, он ведь съедает человека. Это же как ком снежный, вот как летит, он сгорыт, там вот уже потом, если попадешь, то и живым не останешься. И кто там туда попадает, бух весть. Вот все-таки запрос на такое доброе кино, он существует. Это все вовсе не попытка увести из реальности, вовсе нет. Просто через фильм очень бывает легче показать важность тех или иных добродетелей, которые в жизни человека должны присутствовать, как некий фундамент, цементирующий вообще основания всей его жизни. И вот, как я уже сказал, со стороны всегда очень проще воспринять, чем, допустим, критику в самом себе, когда ты говоришь, ну вот, когда тебе кто-то говорит, ну вот ты злой человек. Он говорит, да какой я злой? Я вроде никого не ругаю, ни с кем не ругаюсь. А так-то ведь может внешне отличаться от внутреннего. Внешне можно улыбаться и говорить добрые какие-то слова, а сердце-то все равно жесткое иметь, порой жестокое. Вот молодежь, наше молодое поколение, это же те люди, которые вот сейчас формируются. И поэтому мы, священнослужители, просто не должны себе иную мысль положить на сердце, как только, что мы должны идти вместе с ними по их жизненному пути. Направлять, координировать, молиться и помогать. Владыка, в работе с молодежью вы используете одну из форм взаимодействия как неформальное общение священнослужителей с молодежью, в частности со старшеклассниками. Это направление называется дискуссионный круг. Почему выбран именно такой формат работы и взаимодействия? Это как раз и идет от позиции Святейшего Патриарха, как он обозначил ее. Нужно искать новые формы общения с молодежью в том числе. Чтобы, с одной стороны, приходящий священник, безусловно, если он знаком, то он имеет какой-то авторитет, уже с ним пообщавшись, у молодежи. Конечно, его слушают как взрослого человека. Но и с другой стороны, нужно дать молодежи возможность высказывать свои мысли. Допустим, о какой-то проблеме. Допустим, проблеме наличия зла на земле. Почему-то сегодня мы как-то вот об этом, я уже второй раз упоминаю. Или вообще откуда взялось зло? А почему оно появляется? Или о свободе человека, который, кстати, это зло порождает. То есть, а что такое свобода человека? И вот выслушав все мнения, в принципе, задачи-то особой нет, чтобы всех заставить думать только так, как нужно думать. Вовсе нет. Важно услышать, о чем сейчас думает молодежь по этому поводу, касательно свободы человека, свободы прав и вообще, что это такое. И уже потом священнослужитель на примерах каких-то жизненных примерах, исторических примерах, на каких-то личных примерах может показать случаи, как нужно правильнее думать. То есть, должна быть некая коррекция, если он слышит какое-то мнение, ну, полностью расходящееся с общими принятыми нормами. и показать спокойно, в спокойной доверительной атмосфере, не просто говорить о том, что вот ты так должен думать, и все. А у молодого человека сразу протест. А почему я так должен думать? Я же свободный человек, свободный человек. Я хочу думать вот так. Значит, я хочу думать так. Я, если иду, курю по улице, я же хочу бросить сигарету мимо урны. Могу бросить? Можешь. А что за этим последует? И вот способность дальше повести эту беседу, конечно, требует от священнослужителей и собственной какой-то грамотности, образованности, и небоязни прийти в молодежную среду. Потому что ведь там можно услышать. И вещи далеко не лицеприятные. Не надо бояться. Самое главное — с детьми, с нашим молодым поколением, с юношами и девушками нужно быть честными. Вот всякую вот такую вот, знаете, личину они раскусывают просто вот, как говорят, на раз-два. Вот нужно быть честными, искренними. И не бояться сказать, если ты чего-то не знаешь, можно сказать, слушай, я посмотрю, я сейчас не могу ответить на твой вопрос, но я обязательно отвечу. Я посмотрю, почитаю. И вот на этом доверительном уровне, от сердца к сердцу, что называется, очень хорошие могут выстроиться отношения. В этом и задача дискуссионного клуба, чтобы вот в таком многообразии, может быть, тем и мнений приходить к нужному мнению, но аргументированному и верному и правильному. На сегодняшний день все больше популярность среди молодежи набирает волонтерское движение. Владыка, насколько важно прививать нашему подрастающему поколению милосердное отношение к своим близким? – Слава Богу, что сейчас волонтерство занимает достаточно прочные позиции. И ведь волонтерством увлекаются не только наше молодое поколение, но и люди уже более преклонного возраста. Это тоже, вне всякого сомнения, заслуживает всяческого одобрения. Когда я посещаю те или иные мероприятия, всегда вижу волонтеров, которые помогают кому-то пройти, направить куда-то. Конечно, служения все эти многообразны. И помощь обездоленным, и помощь тем, кто остался в каких-то критических условиях жить. Ведь молодой возраст предполагает огромный запас энергии, огромное количество энергии. Эту энергию нужно куда-то направлять. И вот слава Богу, что сейчас у нас в светских организациях осуществляется вот это волонтерское движение. Даже мусор убрать. И то, когда ты уберешь, вот пришел на какой-то участок, когда все в мусоре, особенно после зимы, а потом прибрался, и сердце радуется. Конечно же, да. Привел порядок, чистоту, заботу об окружающем мире. Но все это, вне всякого сомнения, должно укрепляться какой-то вот такой, ну не хочу сказать идеологической составляющей, но тем не менее каким-то внутренним убеждением, а зачем все это нужно? Ведь может же возникнуть у молодого человека вопрос, хорошо, я уберу, а кто мне за это заплатит? Да, такое. Есть же такое. Есть, может появиться, может. А вот когда ты объясняешь и говоришь молодому поколению, что ты делаешь это для себя, тогда, безусловно, ни одна, может быть, ни две беседы, на многих примерах, тогда у молодого человека, у него это как-то остается, с Божьей помощью остается в душе и на сердце. Конечно же, и в церковных наших организациях существует множество, огромное множество направлений. И, пожалуй, что социальное служение очень такое вот всеобъемлющее в церкви, если говорить о церкви. И помогают, и бездомным помогают, сейчас собирают, и тем, кто вынужден был покинуть места своего жительства, и беженцам, и женщинам, находящимся в критической ситуации, где негде жить, кому документы выправлять нужно. Ну, в общем, здесь можно перечислять через запятую очень много-много всего. Но когда молодой человек видит, что вот он пришел и помог бабушке через дорогу перейти или продукты купить. Вот сейчас же ведь в ТикТоке очень много, в других соцсетях, ВКонтакте также, очень много вот этих вот небольших роликов, когда я уж не знаю, какой посыл, какая мотивация, но тем не менее, сужу по картинке. Когда вот видит там молодой человек бабушку, да, которая смотрит, вот ей какой пакет молока взять, там за 70 рублей или там за 60 или 50 рублей, которая подешевле и, может быть, совсем ненатуральная. Да, и она берет и выбирает его, и вот подходит он, молодой человек говорит, бабушка, вот вы выбирайте, вот вы мне подскажите, там, я хочу своей бабушке подарок сделать. Она ему начинает перечислять, что нужно престарелому человеку. Ну и потом он оплачивает эту корзину. Смотрите, какая замечательная реакция людей старого поколения, преклонного возраста вот этих бабушек. Мне не надо, мне это много. Да, кстати. Это удивительно, я удивляюсь, знаете, это, кстати, очень хорошая тема для проповеди, когда они говорят, нет, это ты мне много даешь, я столько не съем. Вот чуть-чуть это, мягко говоря, чуть-чуть разница с какой-то вот парадигмой нашего времени, когда мы хотим, чтобы у меня было всего и побольше. Они говорят, не нужно мне этого. Это ведь тоже вот такая безмолвная проповедь со стороны наших бабушек и дедушек. Но, возвращусь к этой теме, с которой начал, да, когда молодые люди, ребята, помогают, я думаю, что сердце безучастно ни одно не останется. Когда они видят вот в этих глазах просто человеческую благодарность и говорят спасибо. Человек так устроен, он не может жить в вакууме, ему нужно обязательно общаться с кем-то. Что такое любовь? Ее нужно, это не то, что, не то чувство, которое нужно получать. Любовь, это нужно дарить, отдавать. И тогда ты старицей примешь, все то, что отдаешь. Это закон духовной жизни. Об этом Господь сказал. Верим мы в него или не верим, это наши проблемы. Но если человек не верит во второй закон Ньютона, и что всякое тело, которое он бросит, упадет ему на голову, закон притяжения имею в виду, то от этого этот закон не прекратит существовать и не прекратит быть. Так же и в духовной жизни. И даже если человек не верит в духовную жизнь, в законы духовной жизни, но это не означает вовсе, что их не существует. И поэтому, когда наша душа и наше сердце откликаются на чужую боль, на вот такие примеры, когда тебе хочется, а чем я хуже, а почему я так не могу сделать? Ведь это не требует каких-то там многотысячных затрат. А правда, а почему ты не можешь этого сделать? «Пойди и сделай, и благо тебе будет». Притча о милосердном самарянине здесь раскрывает истинный смысл. А кто мой ближний? Тот, кто помог тебе в данную минуту, в данную секунду. Это и есть твой ближний. Для него и живи. И тот, кто нуждается в твоей помощи в данную минуту, в данную секунду. Если бы человечество, мы все поняли бы и приняли эти законы духовной жизни, то мы были бы самыми счастливыми на этой земле. Мы к этому идем. И церковь, она ведет нас, как воспитатель, как наставница по этому пути. Кто-то идет, кто-то еще не идет в силу какой-то своей неразумности. Но дай Бог, чтобы и наше молодое поколение брало с нас добрый пример. А на наших ошибках училась бы. На этом, к сожалению, наша беседа с управляющим Подольской епархией архиепископом Акси заканчивается. Дорогие телезрители, сердечно всех вас благодарю за наш разговор, за пожелания, за то, что я имею возможность и всегда радуюсь приезжать в древний славный город Серпуха вместе с вами молиться. И каждой семье, каждому из вас, и всем вместе в отдельности хотел бы пожелать мира, добра, благополучия, счастья, доброго здоровья вашим семьям, вашим домам. Пусть Господь хранит всех нас во здравии и благочестии. Если у вас есть вопросы к священнику или волнует какая-то проблема, звоните в редакцию по номеру телефона, который сейчас видите на экране. Сообщения можно оставить и в социальных сетях от А.В. Серпухов. Если вы стесняетесь спросить, заходите на мою страничку ВКонтакте и оставляйте мне свои сообщения. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok